Кикбоксинг 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 Наших воспитанников, получается. Все воспитанники, все тренера, которые есть, они проводят за свой счет, получается. Что касается самого чемпионата Казахстана, то он собрал представителей всех регионов страны. В общей сложности более двух сотен спортсменов. Сильнейшие определялись в 12 весовых категориях, как в разделе K1, так и Full Contact. При этом еще в пяти весовых категориях соревновались девушки. В самом легком весе, до 52 килограммов, чемпионкой Казахстана стала Стелла Цымбалетова из Южно-Казахстанской области. В решающем поединке она была сильнее. Толганай жил узбек из Астаны. Три боя провела, но все три боя были тяжелыми, соперники достойные были. Но тренер хорошо подготовил, уже опыт сыграл свой урон. И поэтому удалось первое место взять. Давно занял? Ну да, уже три года занимаюсь под руководством заслуженного тренера Казахстана. А Щербекова, Жанабаева, ему большое спасибо. Благодаря ему такие успехи и техника ему достиглась. В весовой категории до 56 килограммов не было равных актерке Науры Сбаева из Жамбулской области. В финальном бою секунданты ее соперницы, карагандинки Анар Жанбековой, отказались от продолжения встречи. Уж очень явным было преимущество опытной тарасской кикбоксерши. Соперница молодая, кандидат в мастера спорта. У меня опыта побольше. Четвертый год подряд становлюсь чемпионкой Казахстана. Являюсь победительницей азиатских игр в закрытых помещениях, которые прошли в прошлом году в Ашхабаде. В весе до 60 килограммов на радость местной публики победу одержала Шара Хамзи. В финале она одолела свою давнюю соперницу карагандинку Сору Рахмонову. Да, мы с ней уже сегодня, получается, это пятый раз, когда мы с ней деремся. И да, уже, конечно, знаешь, недостатки или плюсы и минусы, как работать. Ну, все равно каждый раз волнуюсь, как будто как первый раз. Не знаю, у кого как, но у меня так всегда. И получается, счет у нас 4-1. И говорят, стены помогают. Ну, мне кажется, это двойная ответственность. Получается, я в 17-м году стала чемпионкой. И в этом году как бы уже все ожидают, чтобы я заняла первое место. И еще у себя дома все приходят поболеть, посмотреть. И как бы неохота никого подвезти. В финале весовой категории до 70 килограммов Жанар Атагулаева из Ахтау победила Дарину Бильденову из Североказахстанской области. А в абсолютке плюс 70 килограммов в очень упорном бою победу одержала Жан Сулу Коржаула из Североказахстанской области. Хотя после первого раунда казалось, что Жан Сулу не достоит до конца боя. Встречалась на Кубке Казахстана, выигрывала год назад уже. Но очень тяжелый бой набрала за этот год. Соперница тоже подготовилась очень хорошо, достойно выступили, я думаю, так. Она, кажется, хотела тебя, не знаю... Меня каутировать, да, потому что готовилась на меня. Но я вовремя собралась благодаря моим тренерам. У мужчин первыми прошли финалы раздела «Фулл Контакт», где в самом легком весе чемпионом стал Дин Мухаммед Баймуратов из Тараза. В категории до 54 килограммов фаворитом считался столичный боец Ирлан Шахбан. Однако его соперник Евгений Павлов провел решающий поединок более уверенно, и судьи подняли руку к кикбоксеру из Петропавловска. В весе до 57 килограммов ожидаемую победу одержал уже трехкратный чемпион Казахстана Арнал Канапьянов из Семея. В финале он уверенно разобрался с Нурболом Изин Галиевым из Западно-Казахстанской области. Да, соперник помоложе был, но я знаю, что он изначально боксер, и у него хорошее звание в спорте в боксе именно. А в целом соперник хороший, финальный соперник. Благодарю, да, хочу поблагодарить, пользуясь временем, хочу поблагодарить своего главного тренера, Харята Еркинжасовича, Ерика Ануара, Бабакумар Джумановича, моего первого тренера Сульмина Ербалат Кеннадзевича, за такую поддержку, за веру в меня. В следующих двух весах до 60 и 63,5 килограммов чемпионами Казахстана стали Мухаммеджан Телегенов из Тараза и Дидар Тулебаев из Кустаная. Одним из самых интересных для болельщиков был финал весовой категории до 67 килограммов, где встретились хозяин ринга Нурсултан Хасанов и Максат Усип из Жамбылской области. Оба опытные, за плечами есть громкие победы. В итоге оказалось, что таразский боксер к решающей схватке подготовился чуть лучше. Соперник был очень серьезный, действующий чемпион мира. В 2016 году в Атерау на таком же чемпионате Казахстана я ему проиграл в финале. Теперь мы квиты. В этот день в разделе «Фулл контакт» на высшую ступень педестала также поднимались Павлодарец Марат Кумархан, Мади Тохтаров из Кустаная и Галамжан Канаев, Жасулан Омар с Азлидином Сафаровым. Последние трое представляют Южно-Казахстанскую школу. Раздел «Кей-Уан» – самый жесткий кикбоксинг. В нем, помимо ударов руками и ногами, разрешены удары коленями. Можно пускать в ход и бэкфисты. Это такой удар тыльной стороной руки с разворота. При точном попадании он способен отправить соперника в нокаут. В легких весах не было равных Нурбалат Куже Умару и Жанату Мохамбету из Шимкента и Михаилу Иванченко из ВКО. В среднем весе, лимит которого составляет 60 килограммов, в победу одержал действующий чемпион мира Жандос Назарбеков из Атрау. В финале он одолел непростого соперника – столичного файтера Балгабая Фазулхана. Чемпионом Казахстана стал же в четвертый раз. Спасибо тренерам Куанышбеку Косакову и Даниару Юсупову за то, что подготовили меня и научили всему. В категории до 63,5 килограммов золотая медаль досталась Алдияру Ормтаю из Тараза. А в финале весовой категории до 67 килограммов столичный кикбоксер Алихан Аздоев выиграл у хозяина ринга Алмаса Айдарханова. Это уже треть чемпиона Казахстана, который я выиграл. Я вот в этом весе был чемпионом Казахстана. И вот остался опять так же первым номером сборной. А сегодняшний соперник у нас встречался? Да, встречались в 2015 году, тоже выиграл его. То есть в твою пользу за счет? Да, только мы встречались в другой весовой категории. Я тогда был 63,5 без весовой, а там был первый номер в 15-м. А потом уже перешел в высшую категорию 67 и вот опять встретились. Как, с каждым годом конкуренция растет? Появляет ли вы? Ну да, молодые приходят с каждым годом, с молодежки. И конкуренция более наступает на пятки, можно сказать. В следующих двух весах до 71 и 75 килограммов победителями стали Канагат Нургалиев из Восточно-Казахстанской области и Казылардинец Алтымбек Жунусов. Весе до 81 килограмма симпатии судей были на стороне Михаила Татькова, одолевшего в финале Мурата Максутова из Астаны. Да, уже становился в 2016 году. То есть один раз? Да. А до этого я становился призером. То есть тренировался и все-таки пришло. Как говорится, удача сопутствует тому, кто больше готовится. В тяжелых весах победы одержали Чингис Искаков из Актау, Асхат Жан Турсунов из Тараза и столичный боец Заир Нукманов. В командном зачете лучшими стали таразские кикбоксеры. Второе место заняла сборная Южно-Казахстанской области. Замкнули тройку спортсмены Восточно-Казахстанской области. По итогам чемпионата тренерский штаб сформировал состав сборной для участия на чемпионате Азии и Кубке мира. Чемпионат Азии будет проходить в октябре в Астане, у нас в Казахстане. А Кубок мира будет проходить в двух местах. В России, в Анапе и в Италии. Организаторы наградили спортсменов и по номинации. Приз за волю к победе получил павлодарец Куаныш Сабыр. Жандос Назарбеков из Атрау был отмечен как самый техничный боец чемпионата. А лучшим судьей стал рефери из Павлодара Серик Конопьянов. Субтитры создавал DimaTorzok